Сегодня у Дарьи очень хороший слух и зрение. Мы увидели опять вот такую вот красотку. Это змея. Увидели? Вот она. Это змейка. Эта змея называется гартер. Гартер. Змейка. Да, гартер снейк. То есть это получается змея. Она как, как же переводится, как шнурок. Змея-шнурок, змея-застежка какая-то. Вот. Их очень много в этих лесах. Мы находимся сейчас на городе Боксборо, штат Массачусетс, Америка. Очень много в этих лесах в штате Массачусетс. Они не ядовитые. Весной они, как правило, собираются в большом количестве. У них есть место сбора, где они живут. И там они спариваются и потом выводят потомство. Их может собираться около десяти тысяч вместе. В одном месте их собирается. Потом они расползаются, устраивают свои гнезда. На зиму они хладнокровные. Нет, наоборот, они не хладнокровные. А в отличие от хладнокровных, они живут всю зиму, но только очень в таком замедленном состоянии. И очень много таких змей вымирает за зиму, поскольку они замерзают. Живут они под землей в норах. И если вдруг зима оказывается холодная, то очень большое количество их погибает. Вот такая красивая змейка. Это змея. Тесьма, она как-то вот переводится. Гартер снэйк. Но это не садовая, нет. Гарден, а именно гартер. Это зимой было тепло, поэтому выжило очень много. Убери, пожалуйста. Это змея, она не ядовита. Но, в принципе, может защищаться. Быть агрессивной. При этом она выпускает такой яд. Не яд, а такой ферамон. Ферамон. Таким запахом. Очень искусственным. Таким очень неприятным. То есть она пугается и пускает неприятный запах. Вот такая. В длину. Конечно, и я могу испустить неприятный запах, когда испугаешься. Это маленькая змея. Чуть-чуть, она уползет. Она... Они достигают 60 сантиметров. То есть это не очень еще большая. Питаются они червями, насекомыми. Такие змеи, которые... Вот она, может быть, она сейчас вот эту муху съест. Смотри, она за мухой охотится. Может, мы сейчас увидим, как она муху съест. Это было бы очень здорово. Я видела ее из-за муха. Было черно-красный. Черно-красный, да? Да, черно-красный. Такой красивый. Нет, муха улетела. Змея не очень-то пугливая. То есть нас она, как видите, не боится. Вот мы совсем рядом с ней. Нет, вот... В этих лесах, в Массачусетсе, очень много, в принципе, змей, но они не ядовиты. И есть только две змеи ядовитые. Две змеи ядовитые, да. Вот как она язык высовывает, видите? Красивая. Есть только две змеи, они ядовитые. Но за сто лет только умер один человек укуса этой змеи. Это гремучая змея. И еще одна тоже из разряда гремучих змей. Вот я покажу немножко поближе. Она так красиво язык высовывала. Вот она. Вот, а крас у нее такая она полосатенькая. Во всю длину у нее полоска белая чередуется с такой темно-темно-зеленой полосочкой. Вокруг летают эти всякие мошки, но близко пока к ней не подползли. Вот как она язык высовывает. Я видела, как я резко остановилась перед змеей. Ага, ты ее прямо увидела. Да у меня так змея. Еще и змея, она похоже может проглотить антилопа. Это не эта, конечно же, змея. Это маленькая. Ну да, она живет в другой стране. Да в Африке, наверное, да? Смотрели. Да, она может есть даже жирафа, я думала. Вообще она есть и мошка. У нас все, что я... Ну что, она уползает от нас немножко. То ли она на охоту собралась. Все, ты меня шатаешь, крошка. Что ты? Не шатай меня. Они еще... Здесь вот получается, эта змея. Она на полу ползает на земле. Но также они очень любят добираться на ветки, на деревья. Вот когда они с деревьев свисают, это, конечно, совсем интересно, страшно. Вот такая вот эта, красивая. Что скажем папе? Ну, конечно, дорогая. Там еще много что весной будет. Да. Это уже за последний месяц здесь третья змея, которую мы видим. Ну, мы, конечно, не видели первую, это папа видел первую змею. Ну, вот, далеко идти не надо было. Мам, смотри, это не ядовитый плей. Сейчас посмотрим, крошка. А чем на него? Ну что, пока-пока, змея скажем. Пока-пока. Мы пошли дальше. А то она совсем не хочет уползать от нас. Вот такая она, красивая. Ну что, наша змея прячется под листья. Где она? Вот она заяка. Может, ее потрогать пока? Типа будет лучше. Ну, что поступило предложение потрогать змею палочкой. Это, конечно, огромный соблазн. Нам ее очень жалко, но очень интересно, что же она будет делать. Оп, она уползает. Она просто берет и уползает. Ей не нравится. Вот так она поползла. Все. Такую змею не увидишь под ногами, потому что она очень маленькая и очень неприметная. Пока, змея. Пока-пока. Встретимся еще куда-то. Продолжение следует...